Друзья, всем привет! Сегодня провожу генеральную уборку ванной комнаты. Если вам интересно, оставайтесь со мной. А также расскажу некоторые фишечки, которыми я пользуюсь при уборке ванной комнаты. Особое внимание сегодня уделю стокам, поскольку появился какой-то неприятный запах. В общем, поехали! Для начала убираем все полотенца в стирку. Все, что не нужно, здесь кладем по местам. Я уже застирала свою штору. Низ шторы, потому что он был, знаете, такой желтовато-розового цвета от воды. В общем, застирала. Теперь низ шторы чистый. Снимем сейчас штору. Кладем в стирку. Слушайте, я понять не могу, у меня уборка ванной или что. Короче говоря, был карниз, и карниза не стало. В общем, решила поменять кольца. Решила поменять кольца. Здесь кольца все прожарели, хотя они... Кольца, которые нужны тоже на месте. Красота! Правда, не стала его внизу протирать, неудобно было. Сейчас здесь протру. Девчонки, чтобы избавиться от неприятного запаха, беру соду. Сода. Ну и засыпаю. И заливаю мукчисом. Оставляем на полчаса. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Кран обработаю вот этим средством. Здесь у меня вода наполовину с уксусом. В принципе, он очищает и налет, и мыльный, и известковый налет. Если у вас у основания крана есть известковый налет, можно взять ватные диски, намочить этим же раствором и оставить минут на 20. Затем он легко очистится. У меня уже кран так постоял. Буду очищать. Теперь кран можно протереть тряпочкой и потом сухой тряпкой. Ну и все. Ну и также душевую систему. Душевая система сияет. И здесь тоже все убрали. Ну что, будем полотенчик мыть полотенчик. И затем уже потолок, стены, пол и дверь. И на этом, на этом у нас все будет закончено. Этот шкаф я уже протерла. В общем, полотенчик теперь. Так, ну что, друзья, взяла новую тряпочку. Будем протирать потолок. Тряпочка из микрофибры. На длинные шкафры. Я думаю, что это должно быть удобно. Потолок натяжной. Аккуратненько поэтому. Слушайте, ну прекрасно. Это самое быстрое, что я сегодня делаю. Стены это самое быстрое. Мне кажется, самое простое, что можно сделать. Это стены протереть. Чистим ванну. Моем пол. А еще и кран нужно протереть. И все, я вам покажу конечный результат. Друзья, буду заканчивать это видео. Покажу вам конечный результат. Что из этого получилось. В общем, все сверкает. Все стены. Все стены блещут чистотой. Но планировалось несколько по-другому закончить. Если бы не это. Как вы думаете, что это такое? Это те кольца, на которые я планировала заменить предыдущие кольца. В общем, пыталась повесить штуру. И у меня осталось этих колец пять. Надеюсь, что это разочарование было первым и последним в этот день для меня. Поэтому не будем грустить. Ставьте лайки. Также надеюсь, что это видео было вам интересным и полезным. До новых встреч. Пока-пока.